И еще один прием для работы с бедром, когда мы уже его полностью обработали, размяли, начинается глубокое разминание вот таким вот способом, смотрите, разработанным также Олегом Аллатом Бодвином, поэтому будьте внимательны, берите себя на вооружение. Немножко присели на ногах пониже, да, чтобы они вас пружинили и развернулись одной ногой вперед, одна нога у вас впереди, другая сзади, потому что мы будем делать вот такие вот покачивающие движения. Для чего? Для того, чтобы лимфу и кровь прогонять вверх, то есть мы достаточно большой участок ноги сейчас будем обрабатывать. Для этого устанавливаем одну руку здесь, к себе, развернув ладонь к себе на внутреннюю сторону бедра, а другую ладонь, развернув к нему, вот так вот, да, на внешнюю сторону бедра. То есть получается движение вот такое. Потом мы меняем руки, вот так, наоборот, и делаем еще раз вот такое движение. Здесь можно заменить ваши ладони на кулаки. И тогда более жестко, вот видите, я прямо иду вдоль этой мышцы и поднимаю ее вверх. Видите, объем мышцы как бы приподнимаю, стараясь ее оторвать, как можно больше от стола. А с этой стороны я кулаком также. Я просто-напросто делаю упор напротив той руки, которой идет работа с мышцами. Я вот ее приподнял и вот так вот веду. Потом меняю руки, наоборот, кулаки, то есть у меня были кулаки вот так сначала, да, потом вот так. Потеренируйтесь, вот так вот их менять. Сначала вот так, потом вот так. И таким образом дополнительно еще мы занимаемся сами с собой физическими упражнениями, работая и тренируя свои собственные бицепсы и трицепсы. То есть на этой руке у нас бицепс тренируется. Видите, за счет сопротивления тканей человеку у нас напрягается бицепс. А с этой стороны, когда мы руку держим у нас, она выпрямляется и за счет сопротивления тканей у нас выпрямительные мышцы, трицепсы работают. То есть мы дополнительно, как я это называю, фитнес для массажиста, подкачиваем свои собственные мышцы. Работаем с ними. Здесь есть небольшой секрет. Просто так бицепс, ну, если мы занимаемся со штангой, да, например, или с гирями, мы сокращаем мышцы, вот, поднимая высоко. Здесь же мы не можем ногу поднять высоко, да, поэтому мы наклоняем корпус к ноге, вот так вот. Но, будьте внимательны, надо наклонять корпус не за счет того, что вы сами наклонились, а за счет бицепса этой руки. То есть я бицепсом берусь и опускаю корпус к нему. Получается напряжение гораздо больше. И таким образом, вот, можно не ходить в фитнес, поскольку, если у вас много клиентов, вы практически с ними занимаетесь таким спортом. Еще раз показываю, как это делаю, потому что ноги не могут запомнить, как вот стоят руки. Еще раз поподробнее смотрите, пожалуйста. На бицепс, на трицепс, на бицепс, другая рука, на трицепс. Когда мы поменяем ноги, да, соответственно, будем работать в обратном сторону. Эта рука будет на бицепс, а эта будет на трицепс идти. На бицепс, на трицепс. Далее мы устанавливаем руки вот так вот. И вот такое движение делаем. Помните, как мы делали сбоку, вот, разогревающую, да, на плечах вот такое быстрое движение. Но там мы его делали быстро, именно с точки зрения разогрева. Здесь у нас немножко другая цель. Мы всем весом давим на вот эти вот межпалечные наши перепонки. И медленно двигаемся снизу вверх. Почему движение идет медленнее? Потому что в данном случае мы стараемся работать не с кровью, не с зажимами в организме человека, а с лимфой. Если кровь бежит достаточно быстро по телу, да, при каждом ударе сердца она практически доходит до кончиков пальцев, а ударов сердца в минуту около 60, то лимфа течет примерно со скоростью 1-2 сантиметра в минуту. Поэтому мы медленно-медленно стараемся, как можно сильнее нажимая, дойти до глубинных слоев, продавить ее вверх. Если не такая есть, помните, все выше и выше. И выше. Сразу.